Доброе утречко! Сонное какое-то сегодня утро. Что-то никак не проснуться, не собраться. Уже две чашки кофе, ничего не помогает. Короче, нужен наслежающий мейк. Трендовый, безусловно. Сегодня я вам покажу, как сочетать матовые и металлизированные текстуры. И как еще использовать красновато-розовато-персиковатые оттенки на глазах. Опять же, один из ключевых трендов этого лета, это как раз-таки вот такой супер-фреш, когда в макияже используются нежные всякие разные там розоватые оттенки. В сочетании с металликом. Открытым металлизированным блеском. Начнем, наверное, приводить себя в порядок с тона лица. Я сделала маску. Лежала сейчас с ней вот так вот. Выпивала кофе и думала, отечность, уходи, умоляю. Она ушла, потому что было еще хуже. Короче, фикси-спрей в качестве праймера наношу. Побольше чуть-чуть. Потому что нет лучшего праймера для меня сейчас, чем фикси-спрей Кригена Косметикс. Я так довольна результатом, так довольна вашими пробами фикси-спрея, теми отзывами, которые мы получаем. Спасибо вам огромное, потому что действительно очень важно. Такой продукт, который, мне кажется, сейчас уже поселился в каждой косметичке для того, чтобы делать кожу красивой, гладкой, такой сияющей. И вот не устаю это повторять, что фикси-спрей дает именно тот крутой эффект легкого блеска на коже. Не блестящей кожи, а такой здоровой изнутри. Потому что все-таки кожа сейчас должна быть больше матовой, без выраженного металлизированного блеска, как было еще модно несколько лет назад обмазываться хайлайтерами. Нет, сейчас даже все тональные средства, они с матовым фокусом, но с эффектом внутреннего сияния. И вот этот эффект внутреннего сияния и фундамент для тонального средства вам поможет в макияже создать фикси-спрей. Как я уже сказала, нам нужен легкий фреш и освежающий макияж. Это значит, что у нас основной фокус будет на тон лица и на том, чтобы выглядеть естественно красиво. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ну, мистер кот, я понимаю, что твой хвостик мягче, чем любая кисточка. Зачем ты мне в лицо прямо? Итак, тон. Как я уже сказала, нам нужен будет матовый, но при этом естественно такой изнутри сияющий эффект. У меня новинка, это Lancome Tanidol Ultra Wear. Очень классный тональный крем. Вот за последнее время такое прям открытие среди новинок. 24 часа Wear and Comfort Retouch Free SPF 15. Retouch Free это нам подходит, мы все время фотографируемся. Итак, наношу на все лицо, очень мягко, прям мягкой синтетической кистью. Можно на самом деле и пальчиками. Кистью мне нравится больше просто потому, что быстрее, он очень хорошо растушевывается. Прям быстренько растягивается по лицу. У него прикольная очень текстура, она и не жидкая, и не слишком плотная. Такая средней вязкости очень хорошо покрывает. При этом, если вы хотите сделать, например, покрытие очень тонким, вы просто его берете меньше, хорошо растушевываете. У него отличная покрывающая способность и способность выравнивать тон. Вот видите, выравнивать тон. Выравнивать тон это его логичная способность. Выравнивать рельеф лица, я хотела сказать. Это кожа гладенькая получается. Это такой мой личный пунктик, на который я всегда тональное средство проверяю. Если тональное средство выравнивает рельеф лица и делает кожу такую прям красивую-красивую, то у меня это тональное средство 100% будет в почете. Вот новая звездочка на бьюти-полке. Елены Крыгиной появилась. Стен Идоль, ультраве, наверное, переводится как идол тона, скорее всего. Это плюсик, можно отметить, да, формула не содержит талька, при этом покрытие очень плотное, но естественно, его вообще вот не видно на коже. Он просто делает кожу визуально здоровой, с таким хорошим вот этим бликом, но при этом само покрытие, оно матовое. Я и на зону вокруг глаз его немножко наношу, мягко растушевываю. Он классно подстраивается очень под кожу, прям сливается. Сливается и по рельефу, сливается и по оттенку. Получается, совсем его не видно, просто классная кожа становится. Ну и летом это очень классно иметь хороший матирующий тональный крем, но тот, который не подсушивает. Здесь два ключевых матирующих компонента. Перлитый кремний, как я уже сказала, талька не содержит и будет выглядеть очень естественно. То есть эффект матовый, но здоровой, сияющей кожи, стойка 24 часа. Короче, очень рекомендую, мне прям понравился. Поехали дальше, давайте причешем брови. Я быстренько пробегусь по бровям, не уделяя этому особого внимания, с вашего позволения, потому что я вам каждый раз одно и то же рассказываю. Поволосковая техника, конкрет оттенка топ, плоская скошенная кисть. В общем, все, все по классике. Короче, если хотите посмотреть, как брови по волосковой технике прорисовать, посмотрите и другие мои видео, потому что действительно я, наверное, уже несколько месяцев последних каждый раз примерно одну и ту же технику показываю. Брови сейчас чуть-чуть подсохнут, и я их хорошенько причешу, а пока давайте сразу накрасим ресницы достаточно ярко. И как я вам показывала в предыдущем видео, немножко в направлении к вискам, поэтому я и керлером разворачиваю реснички чуть-чуть к вискам и прокрашиваю очень-очень-очень ярко. Пока сохнут ресницы, чуть-чуть причешем брови щеточкой. Если где-то волосок получился слишком ярким, хорошо его причешите, чтобы он стал более мягким, визуально, конечно же, и слился со своими натуральными волосками. Вот, получились у нас шикарные брови с вами. Почему накрасили ресницы сразу? Да потому что, на самом деле, мейк такой быстрый, можно будет очень легко. Уже и с накрашенными ресницами нанести цвет и не терять лишнее время, потому что этот макияж должен быть абсолютно носибельным, соответственно, он должен быть еще и быстрым, он должен быть для вас функциональным. Что берем? Берем конкретно мандарин. Мандарин берем почему? Потому что очень у меня много запросов. После одного из видео-обзоров Крыгина Бокс, где у меня смоки с мандариновым оттенком, очень много запросов на тему этого макияжа. Вот я решила вам его и повторить. Беру для этого палитру. Синтетическую кисть. Кота. Как без кота? Смоки, а себе. Мандариновые рисовать. И я наношу. Наношу цвет максимально близко к контуру ресниц. Пока ничего не растушевываем. С другой стороны. У меня здесь тушь чуть-чуть отпечаталась, а я даже ее могу и не поправлять, потому что конкрет спокойно закрывает. Любые огрехи, если вы, конечно, там сильно наляпали, лучше сначала ватной палочкой уберите. Теперь берем еще одну синтетическую кисть, но уже помягче. И растушевываем этот оттенок. Мандарин на глазах просто обалденно выглядит, при этом очень освежающе. И у него такой правильный красно-оранжевый оттенок, что он не выглядит слишком желтым, не выглядит слишком красным. Растушевывать пришел. Чуть-чуть на нижнее. И сразу растушевываем. Если боитесь, что у вас, там, не знаю, глаза будут болезненные, еще что-то от красного, можете не наносить на нижнее. Или наносить, но потом обязательно немножко границу сделать более четкой, более контрастной с помощью тонального крема и кисти. Потому что болезненность эта появляется, как правило, не от самого цвета, а от того, как он растушевывается. Если он слишком по нижнему веку растушеван вниз, если он уже растянулся на подглазное пространство, то, ну, есть вероятность, что в тот момент, когда вы устанете, и у вас глаза действительно красной капилляры проявятся, или просто какая-то базовая стандартная усталость каждого человека к вечеру, ну, этот цвет просто подчеркнет. Ваше уже легкое желание полежать на диванчике. Так, остатки я растушую на кисточке мягкой кистью, нанесу в качестве румянца. Очень легко. Я чуть-чуть, видите, его как бы вниз, я наношу вот как бы типа крест-накрест вот так. Получается очень мягкий румянец, кончик носа чуть-чуть. Всегда крупной кистью такую финальную растушевку делаю. Кистью, которая наносила тон, немного растушевываю, чтобы максимально вот это был естественный эффект внутреннего такого румянца. И беру серебристый, не серебристый, прямо серебряный конкретно, металлизированный пигмент, это металлайст. Вот так его немножко на палитру. Мягкой кистью набираю. Чуть-чуть нанесу на центр, чтобы получились блики. На внутренний уголок глаз. Серебро с мандарином выглядит прям очень круто вместе. Чуть-чуть на галочку над верхней губой. Чуть-чуть по спинке носа, прям совсем чуть-чуть. И вот этот блик слегка растопчу, но не сильно. Да, то есть так вот кисточкой пробегаемся, чтобы он не размазался, а именно такой стал немножко более легкий. Я вот повыше его вытягиваю, этот блик, прям к бровям. Видите, получился эффект такого легкого влажного блеска. И что еще? Чуть-чуть нужно нанести цвет на губы. Остатками на кисти я чуть-чуть пробегусь по контуру, заполню остатками мандаринового оттенка губы. Увеличу чуть-чуть их вот здесь. Пока оставлю. Коррекцию надо легкую сделать. Возьму конкрет в оттенке чеснот. Такой красновато-коричневый. Мягкую синтетическую кисть. Хорошо растушую. И чуть-чуть больше подчеркну контуры лица. Но очень мягко, потому что в освежающем мейке не нужно использовать какие-то серые оттенки для коррекции. Они будут выглядеть слишком декоративно. А нам нужен натуральный эффект. Достаточно, мне кажется, глаз-глос. Новенький у меня, потому что уже закончился. Я его каждый день использую. Обожаю этот блеск просто. Эффект стекла не липкий, не течет для губ, для глаз, вообще для кожи просто идеальный. И давайте немножко зафиксируем сначала пудрой, а потом спреем. Как я уже сказала, тон, который мы использовали, он и так стойкий, поэтому я вот, ну, может быть, максимум вот только центральную часть чуть-чуть пробегусь, потому что нет необходимости дополнительно фиксировать уже суперстойкий тональный крем. Чуть-чуть спрей. Чтобы фиксация была эластичная. Ну что, смотрите, мы разобрали с вами еще один суперкрутой тренд, сочетание красных, освежающих оттенков макияжа. И, как я вам уже говорила, и не перестану повторять в этом бьюти-сезоне, то, что все оттенки, которые раньше были релевантны для макияжа губ, они теперь более релевантны для макияжа именно глаз. Поэтому не бойтесь использовать красные, персиковые, вот такие мандариновые, розовые оттенки на глазах. Чтобы у вас глаза были не болезненные, вам хорошо вот серебристый освежающий блик поставить. Очень красиво, кстати, будет еще золото смотреться. Но мне нравится здесь контраст теплых и холодных оттенков. Поэтому, если я, как видите, взяла мандариновый, очевидно, теплый оттенок для глаз, я беру в качестве металлизированного пигмента холодный, серебряный. Если вы возьмете, например, оттенок Electric Pink в конкрет, такой более холодный, или плам, пыльно-розовый, то я бы вам рекомендовала, например, в качестве этого блика использовать золото и использовать уже металлайст в оттенке голд. Потому что будет контраст, и от этого будет мейк еще эффектнее. Делайте это 5 минут. Тональный крем растушевывается сам, просто 2 секунды кистью. Брови шух-шух-шух накрасите, делайте профессиональную коррекцию бровей, приходите к нам в Крагина Студио, и на макияж бровей у вас будет уходить значительно меньше времени. Жизнь ваша станет проще и лучше. Ресницы накрасили, конкретом за 5 секунд себе сделали, вон, суперкрутой мейк, металлизированным пигментом, просто 2 блика. Здесь единственное, важно, чтобы это был очень металлизированный пигмент, иначе он просто затирается, когда наносишь его поверх матового. И здесь сочетание кремовой и рассыпчатой текстуры тоже очень важно. Вот конкрет, он кремовый, но высыхает, там Мистер Кот что-то бесит. Он нашел корзинку с конфетами, и теперь у него новая опция. Он залезает сначала на холодильник, потом на полку на кухне, достает одну конфету, убегает с ней, сначала прячется, потом у него миссия распаковать эту конфету, и потом бегать и гонять, как шайбочку, этот бедный чернослив в шоколаде, который мне бережно отправляла мама, он ворует и издевается над ним. Ну, в общем, это если вдруг звуки на моем фоне вас смущают, я вам объясняю то, чем господин Айсап the Cat занят. Так вот, текстура должна быть у цвета кремовая и очень пигментированная, как конкрет, да, круче конкрета в этом плане не найдете точно ничего. И металлизированный пигмент должен быть стопроцентный, вот как пигменты металлайз, вот эти вот грант-пипетки с металлизированным пигментом, это стопроцентный пигмент. Это пигмент смешанный из разных пигментов, и там ничего вообще нет лишнего, поэтому он так офигительно блестит, сияет и дает абсолютный цвет. Ну что, в общем, Shine Bright Like a Diamond, Like a Diamond in the Sky, всем мандаринкам по мандаринке. Хорошего настроения, красьтесь и клево вам солнечного лета. Не такое, как сейчас там, потому что там абсолютно с ценой ливень все то время, пока я снимаю это видео. Хорошо, что у меня макияж водостойкий, могу не бояться. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok